Телебайки В наше время журналист должен обладать не только навыками грамотной речи, но и определенной строительностью устойчивости. Была у нас такая ситуация. Поехали мы в Казань, чтобы на следующий день вернуться в Чебоксары. Поехали на машине, а вернуться должны были быть на теплоходе вместе с артистами, которые поехали представлять республику на борту теплохода для туристов. И все бы хорошо, но, во-первых, вроде бы как четверг, а пробки, и мы никак выехать не можем. Мы поменяли уже место выезда. И совсем уже было добрались до Кугес, как тут нас останавливает пост ГИБДД. Говорят, все, водитель, пройдите, пауза, долго ждем, а нам надо в Казань, у нас теплоход. Пошли разбираться, что такое. Оказывается, на нашу машину поступила ориентировка. Вот здесь вот просто пауза была, потому что мы не могли поверить в реальность происходящего. Нам говорят, вы знаете, из вашей машины стреляли по проходящим мимо машинам. Вот мы там ехали, у нас камера с собой. Точно никто не стрелял. Но ориентировка есть, соответственно, нас разворачивают, везут в Чебоксары. Начинается выяснение. Приезжает хозяин машины, который, значит, написал на нас эту ориентировку. Кричит, что у него на камере все видно. Ну что ж, мы уважаем камеры. Конечно, на картинке ничего не было, но два часа нас здесь продержали. И у нас до выезда в Казань остается всего полтора часа. И ехать надо очень быстро для того, чтобы успеть... Конечно, я успела предупредить тех, кто отвечал у нас за организацию съемок. Но, честно говоря, если первый раз я более-менее серьезно об этом говорила, второй раз я сквозь хохот попыталась просто объяснить, что нашу машину остановили за то, что мы якобы по кому-то стреляли. На что мне добрый наш редактор сказал, что только с тобой могла случиться такая история. Не правда, не только со мной. Вот, так сказать, там много было народу. В итоге мы на очень, ну, предельно возможной правильной скорости приехали в Казань. И в первый раз в жизни меня ждал теплоход. То есть 7 минут была задержка, специально ждали нас, объявили всему теплоходу, что сейчас мы отплывем, но приедет съемочная группа артистов. И нас встречали аплодисментами. То есть до своего появления это было феерически абсолютно. Такое в моей практике первый раз. Сегодня в Чебоксарском художественном театре пройдет урок актерского мастерства. На занятии всех желающих научат смотреть на себя со стороны расскажут о принципах построения голоса и о контактной импровизации. Начало в 6.30 вечера. А завтра в Национальном банке Чувашии впервые пройдет День открытых дверей. С 10 утра до 6 вечера любой желающий сможет принять участие в голосовании за символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Напомню, до финала конкурса дошли 10 российских городов, причем два из них по-волжски. Это Казань и Нижний Новгород. Кроме того, Национальный банк Чувашии подготовил обширную познавательную программу для посетителей. День открытых дверей пройдет по адресу Чебоксары, улица Карла Маркса, 25. На сегодня у меня все. Пусть этот день откроет для вас что-то новое и неизведанное. Ну а завтра, завтра будет новый день. Субтитры сделал DimaTorzok